Пусть за плечами опыт, но они все равно волнуются. Ответственность высока. Претенденты на пост министра культуры Самарского региона ждут собеседований с конкурсной комиссией, в числе которых профессионалы в области искусства, образования и журналистики. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу не только выбрать кандидата на должность министра, но и в целом привлечь ответственных, компетентных людей, знающих специфику отрасли. Целью, еще раз я хочу сказать, является формирование высокопрофессионального кадрового состава. Сегодня еще раз на завершающем этапе увидим людей интересных, творческих, амбициозных. Кто-то из них может быть использованным на каких-то других позициях, связанных с культурой Самарского области. Конкурс открытый. Всего поступило 48 заявок. По итогам двух этапов отбора к собеседованию допустили треть. Среди кандидатов специалисты разного возраста, стажа и рода занятий. Профессиональные музыканты, педагоги, общественники и опытные управленцы. Я более 20 лет работаю в культуре. И мне очень хочется изменить отношения к культуре в Самарской области. Мне кажется, это отличная возможность заявить о себе. И один из самых главных, наверное, аспектов – это представить интересы молодежи в культуре. Юлия Лопухова – самый молодой кандидат на пост министра. Ей 28. Журналист по образованию, работает в управлении культуры Ставропольского района. Как и другие претенденты, девушка подготовила свои предложения по развитию сферы культуры и туризма области. Это касается и культуры и в селе, и отдаленных районах, и обращения внимания на привлечение молодежи. Разные-разные-разные направления есть, которые действительно можно сформировать. Но вообще у нас на столе лежал огромный талмуд, собраны все эти идеи и предложения, которые можно будет передать тому человеку, который будет исполнять обязанности министра культуры Самарской области. Это очень серьезный конкурс. Это колоссальная работа и со стороны участников, и со стороны комиссии, и со стороны организаторов. Даже сама география, она восхищает. Москва, Петербург, Пенза, Кемерово, Самара и Самарская область. Андрей Попов приехал из северной столицы. Один из руководителей театра балета Бориса Эйфмана. В прошлом он занимается открытием балетных школ в России, но не против сменить место работы и жительства. Я решил принять участие в этом конкурсе, поскольку чувствую в себе большой потенциал. Я езжу по миру, знаю современные веяния Европы, как они это внедряют. И у меня есть свои идеи, которые в сочетании с современными технологиями и уже опытом европейским дали бы отличные результаты для развития культуры в регионе в целом. Я должен сказать, что кандидаты подобрались разные, и среди них были очень сильные люди. Для меня стало очевидно, что наш культурный ландшафт очень разнообразен. Я уверен, что среди выступавших есть немало людей, которые годятся в кадровый резерв, и скоро найдут себя на должностях очень высоких, руководящих, значимых, принесут пользу Самарскому региону. По итогам собеседования в течение недели члены конкурсной комиссии вынесут решение рекомендательного характера относительно сильнейшего претендента для назначения на должность министра. Но последнее слово за губернатором области. Алена Власова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.